здравствуйте 10 дней почти две тысячи километров и все это на велосипеде как вам такое путешествие многие скажут ладно ну 10 километров 15 20 50 еще куда не шло но 2000 не слишком ли наш сегодняшний гость считает нет самый раз у нас в гостях велопутешественник игорь рева он недавно решил объехать на велосипеде весь алтайский край и сделал это и сегодня нам про это путешествие расскажет здравствуй игорь здравствуйте так но ты когда-то прославился точнее не когда-то вот несколько лет назад еще недавно своим грандиозным велопутешествием ты проехал из барнаула до малайзии на велосипеде до мыса пиай до самой южной точкой материка нашего грандиозное было приключение а вот тут алтайский край который тоже конечно там размером с францию но все-таки как бы не полмира да это из-за пандемии ты отложил свои какие-то дальние поездки решил тут скататься здесь много факторов было на самом деле во первых я хотел испытать те ощущения которые испытывал в том путешествии у меня было ограниченное время и я сам с омской области здесь всего лишь 5-6 лет вот и хотел увидеть край так сказать потому что мне он нравится вот сколько бы и где я не был все очень разнообразно и совершенно случайно узнал что здесь аж 12 городов по что у нас в омской области всего лишь там их 56 вот и однажды вечером просто подумал можно ли эти города проехать циклично вот и составил карту и буквально через день уже отправился такое есть золотое кольцо малое большое золотое кольцо у тебя большое велосипедное кольцо алтайского края вкратце опиши маршрут откуда куда и как ты ехал выехал из барнаула первый город у меня был новоалтайск да это было прям сразу же здесь потом заринск бийск белокуриха алейск зминогорск горняк потом отправился в сторону славгорода яровое камень на обе и закончил все в барнауле то есть это по часовой стрелке до проехал алтайский край ну в городов края вот ты назвал так немало каждый из них не похож на другой вот один из городов что это кстати город это не город это поселок около казахстана точно не могу вспомнить название просто и было очень это вроде новоалтайское да новоалтайское село вот это на границе с казахстаном на сейчас это савушки озеро колландское большему количеству людей уже да знакомое а вот тот самый твой боевой конь железный кстати как он пережил это путешествие это было такое нелегкое для него испытание чтобы понимали на второй день сломался багажник с которым я проехал всю азию и на секундочку монголию вот то есть он тогульских дорог не выдержал а чуть дальше не доезжая лейска тоже было 50 километров грунтовки с щебнем очень острым и я порезал киваровскую покрышку то есть ее порезать очень тяжело потому что там нить киварова она очень прочная и в принципе вот за все путешествие по азии ни разу и не резала тут в общем за четыре дня я испытал такой спектр приключений что он уже начал переваливать приключения первое свое вот так алтайский край суров 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 казалось бы а он вот такие сюрпризы преподносит ну вот к чему хочу перейти ты проезжал через ряд городов одно дело ехать за город за городом другое дело въезжаешь вот собственно туда где вроде как должна быть инфраструктура и так далее и так далее одна из актуальнейших тем последнего времени это инфраструктура городская для велосипедистов потому что вас становится все больше и больше прямо откуда то все беретесь вы просто заполняете улицы и вас уже нельзя игнорировать вот а городская среда пока притормаживает на этот счет вот моя коллега вышла на улице барнаула чтобы половить велосипедистов местных и поспрашивать как вот им сейчас насколько комфортно ездится по городу потому что в барнауле начали появляться велодорожки вроде как жизнь налаживаться должна да а вот как обстоят дела давай послушаем и дальше ты поделишься уже своим мнением смотрим опрос на самом деле не очень удобен очень много людей которые ходят и даже не отойдут в сторону это неудобно очень хорошо что сделали такие велодорожки это удобно но здесь плохо что все равно остается большое количество вот таких вот проезжих частей перед приходится спрыгивать переходить дорогу как читаете велодорожки нужны в городе да нужно нужно кататься велосипедистам барнауле ну а толку что я скажу но их никогда не было никогда не будет здесь машинам то негде кататься а велосипедистам подавно насколько барнаул удобный город для велосипедистов внутри наверное из десяти удобно кататься в городе нужны ли велодорожки до за дорожки прям необходимы были бы а выезжали за пределы барнаула вот этот вот алтайский края может велопоход там удобно кататься по трассе тоже не особо комфортно по обочине ехать хотелось бы чтобы было как-то более очень удобный почему на бордюрах нет и съездов нет велодорожек у нас кататься просто по сути негде а ты что скажешь я скажу что до были попытки вот георгий сакова улица есть там велосипедная дорожка но не понаслышке знаю что там ходят по именно по дорожке где должны ездить только велосипедисты ходят мамы с детьми с колясками и возмущаются то что зачем вы здесь катаетесь и на аргумент что это велосипедная дорожка как бы просто игнор вот это просто маленький участок не так как вам сказать что он начинается из ниоткуда и заканчивается нигде то есть нету какой-то цикличности вот уже там в москве есть цикличные дороги да то есть вот можно прокатиться и в основном катаются у нас либо там либо вот на ленина да но на ленина сами знаете какое движение пешеходное плюс машины нужно проезжать постоянно то есть пока все очень плохо и если у нас барнауле такая ситуация то и городах так сказать местного значения там вообще про это не слышали где хуже всего надеемся не обидится жители этого города вот где с велоинфраструктурой совсем все плохо у нас ну если вот именно про его структуру то ну везде одинаково то есть ее просто нету вот вообще нету отношения допустим да вот к велосипедистам вот могу сказать что я ехал в основном по трассе да если это было трасса понятно что не федерального значения такие местные дороги но очень все хорошо реагировали и дальнобойщики и машины единственное дискомфорт был после камня на обе уже в сторону барнового там уже прям в наглую подрезали сигнали ли типа уходи с дороги и тут дороги и так нету вот не было никакой технической части и зачастую не было асфальта и это было продолжение испытаний на велосипеде да а вот смотри много говорят про развитие туризма на алтай в том числе про такой активный туризм дескать на автомобиле езжайте на велосипеде езжаете да но в дороге надо отдыхать дороге надо что-то кушать в дороге надо иногда ремонтироваться да по сути дела твое путешествие на такой срез таких вот возможности края как у нас с этим насколько регулярно можно встретить кафе приличное когда вот так едешь по всему краю ну я поехал не в легкое время из-за да да из-за того что вот все что происходит я думаю все на слуху да вот это все все кафе были закрыты все было закрыто закрыты были все курортные зоны то есть савушки ировое белокуриха не было людей я там правдами неправдами договаривался чтобы там переночевать а по поводу еды я просто то что было в магазинах по пути то там убрал в сухомятку вечером утром сам себе готовил то есть в этом были сложности единственное когда уже под конец путешествия тоже начиная где-то с камня на обе именно в этих числах разрешили дорожным кафе на вынос работать но это тоже было счета приключения когда ты без разноса без всего берешь то есть там они думают что в машину сейчас сяду а у меня был велосипед и я там просто на корточках с мошками комарами оводами пытался поесть но это было тяжело но вообще скажем общепит достаточно регулярно сейчас встречается видите на самом деле все зависит от участка вот допустим южная часть нашего края да там часто магазины поселки то есть я там вообще не чувствовал дискомфорта начиная с волчихи до михайловского там и вообще в той стороне равнинная часть да там расстояние 50 60 70 ни воды не купить не вообще ничего не связи и там сам себе предоставлен и постоянно встречный ветер это было тяжело на самом деле со встречным ветром вряд ли власти что-то могут сделать а вот да связь это конечно серьезно вообще кстати вот как с охватом не называя операторов да в целом как вот со связью на территории нашего края в целом неплохо вот только вот буквально некоторые участки вот особенно те равнины где нету поселков то и и вообще отсутствовал кстати я подумал ты когда рассказывал о прошлом своем путешествии том глобальном много было выражений в адрес монгольских дорог например вообще все путешественники кто через монголию едет рассказывают что это какой-то сверх экстрим а вот как алтайский край по сравнению с монголией ничего так нет если в общем прям взять все то в целом неплохо но обычные сельские дороги я называю такую дорогу 500 оттенков серого это когда латка на латке и видно в каком году она была положена потому что они разных цветов вот ехать по такой дороге конечно дискомфортно но лучше чем по щебенке а щебенка была по крайней мере в тогульском районе и вообще дорог не было даже заезжая в поселок уже в райцентр ее не было и где-то там в центре сделали и местные жители просто рукой машут и у них прям не договорен негодование с этими дорогами и там я сломал багажник вот который проехал всю азию и мне в комментариях писали просто за мной много людей следила в инстаграме мне написали что там один человек ехал на эндурике на мотоцикле и сломал раму то есть дорога помимо того что ее нету то что щебенка она еще волнистая как стиральная доска ехать вообще невозможно либо можно лететь и выкинуть подвеску и там рессоры валялись и все либо очень и очень медленно ну и второй участок был в сторону олеська доехал там 50 километров тоже одной щебенки пыль столбом жара благо что многие особенно дальнобойщики они перетормаживали очень очень медленно проезжали но есть конечно водители которые не обращали на меня внимание и просто пролетали я там задыхался от пыли вот такие дороги я вот слушаю тебя и думаю а тебя бы устроило проехаться по алтайскому краю испытывая минимум неудобств чтобы были исключительно ровные дороги все были вежливы вспоминая вот опрос наших жителей я вот понимаю что в целом у нас нет похоже пока еще понимание культуры велосипедного транспорта зачем он нужен и как он должен быть встроен в нашу жизнь да поэтому такой экстрим кругом а вот если бы все все понимали и ты бы ехал вот вот хорошо как наверное в европе ездят это не было бы скучно вот я даже своем видео там сделал два видео своего путешествия был один день когда была ровная дорога когда я проехал больше 200 километров и я делюсь со своими зрителями что да это был отличный день после особенно первых там пяти дней приключений это был очень отличный день и сказал такую фразу что я бы не хотел чтобы такие дни были потому что приключения не закаляют и принципе я за приключениями ехал то есть все трудности я называю это приключение и все становится по-иному вот ты когда я ездил по разным странам много внимания в своих видео отчетах уделял взаимоотношениями с местным населением с поиском общего языка рассказывал какие китайцы как они принимают гостей там какие-то монголы так далее так далее это было очень интересно поиск общего языка прям очень был важным моментом тут не китай не монголия алтайский край вроде все на русском говорят все свои а может быть были какие-то свои особенности взаимоотношений тут еще что пандемия люди не рассказывают что многие люди осторожно относятся к любым приезжим особенно если он едет без маски я так вижу то без маски ездил да вот как народ на тебя реагировал как в разных местах вообще насколько народ реагирует адекватно народ люди народ реагирует адекватно в каждом месте где останавливался это в основном центр в основном какой-то магазин ко мне подходили спрашивали откуда я говорю да я в принципе здесь местный сборного как у нас барнов в центре находится везде казалось что немножко проехать но когда я рассказывал что еду вокруг алтайского края конечно удивлялись вот в основном спрашивали откуда как что за велосипед они тяжело ли вот то есть каких-то таких проблем вообще не было и все вот просто просто интерес вызывал особенно в той части вот в равнинная где-то михайловская там просто вот как на иностранца смотрели и я уже принципе за третий день выглядел как настоящий путешественник потому что уже было все весь грязный обгоревший вот кстати как с погодой было погода это было одно из важных испытаний потому что я выехал когда начались холода и когда ночевал в биске в горном алтайе выпал снег как раз в тот день я целый день ехал под дождем сорта шел пар и ну замерзал вот первые четыре дня это было испытание после которого в принципе уже ну опять и все я говорю ну опять а это было прям сразу с корабля на бал случае какие то происходили забавные может быть опасные помимо поломок может быть ты видел какие то вещи удивительные которыми можешь поделиться ну насчет забавных и забавных надо только то что взаимодействие с животными то есть мне один раз в палатку пытался пробраться ежик и всю ночь не давал спать а я так сильно устал что пытался ну еле его выгнал грубо говоря вот он там все пакеты шурудил дыхание вот это вот от ежика вот а на савушках у меня бурундуки ну так их называют суслики тоже шарились постоянно ну только наверное из вот взаимодействия с природой с животными потому что у меня был очень большой километраж все время находился в пути вот и не знаю больше было не забавных больше было прекрасных моментов я насмотрелся столько прекрасных рассветов закатов и могу сказать что удивительное рядом и если даже посмотрите видео либо фотографии и все мне очень много писали а где это а где я говорю да вот они говорят да как так за углом буквально выехал проехал вот она красота ужасно красивые места речки озера леса вот вот это наверное было самое прекрасное и именно за чем я ехал то есть маленьких путешествий а это по сравнению там с твоим предыдущим маленькое маленьких путешествий не бывает да бывают насыщенные и пустые да это приключение было ну настоящее испытание на самом деле и погодой дорогами и километражом потому что каждый день около двухсот я проезжал по не самым ровным дорогам по не самым хорошим дорогам и набор высоты был первые дни по 900 километров по 900 метров метров да человек посмотрит на тебя на тебя твои видео посмотрит скажет не хочу но вот так это я там поломаюсь весь на полпути что-то полегче вот да и ты же занимаешься организацией да туров к тебе люди наверняка обращаются не только фанаты велосипедного спорта но и люди попроще что-то обычно советую то есть чтобы и посмотреть интересное чтобы край свой увидеть с новой стороны да чтобы размяться и чтобы вообще живым вернуться из путешествия то есть что ты им советуешь какие маршруты хотя бы примерно да либо какие места куда стоит там съездить вернуться на велосипеде да есть у нас маршруты есть такие маршруты так ну можно в течение дня проехать то есть выехать и вернуться вот это например куда из Барнаула ну вот хорошее место есть колорадо это все знают что у нас рядом колорадо да вот то есть не все там были и удивляются что вот тоже карьер такой красивый и там можно сделать хорошие фотографии и вообще просто в принципе нормальное расстояние 50 туда 50 обратно если из центра Барнаула уехать скажем в какую это сторону в сторону научного городка там есть прекрасные кто не был действительно советуем прекрасные каньоны глиняные очень живописные да и дорога достаточно ровная простая да если это мер тур выходного дня такой ПВД называется вот ну тут уже нужно с собой взять палатку соответственно там спальник кухню какую-то чтобы готовить вот то есть тут уже нужен либо полный тоннаж либо такая развесовка небольшая вот то здесь можно не знаю на пещерке съездить пещерский водопад да то есть у нас вообще в Алтайском крае я уже говорил у нас потому что я проехал и живу здесь да раньше я говорил у вас вот могу констатировать то что очень много мест таких курортных ни один ни одна область далеко не одна область там и край может похвастаться таким то есть большое разнообразие и водоемов и есть что-то уже предгорье да у нас и равнины и много удивительных там например малиновое озеро да там ради которого там приезжают непонятно и белокуриха та же да для нас для нас просто это кажется ну ну да как а люди то другие приезжают и смотрят и омск очень много наблюдал это много друзей соответственно вот эти видео и говорят как мы вам завидуем что вы в таком крае живете наверняка если по омской области поездить вот так внимательно там не меньше тоже замечательного красивого естественно да как везде а когда в кругосветку на велике отправишься это же кажется всегда кто занимается велосипедным спортом это для него как для альпиниста эверест да самое главное когда тут я не буду говорить никаких сроки это просто по вдохновению как и это путешествие это не было такого что вот надо куда-то съездить надо что-то придумать это просто вот раз случилось захотелось и поехал в принципе как и первое путешествие когда вообще не было никакого опыта я за пол месяца собрался и поехал тут должно быть какое-то вдохновение и когда ты точно понимаешь что именно здесь и сейчас тебе это нужно несмотря ни на что потому что никогда не будет удобного времени никогда не будет достаточно денег и не будет тех условий при которых ты можешь точно сказать да тут просто по ощущениям и есть такая мысль я ее где-то в глубине так лелею грубо говоря в душе и как будет я думаю вы узнаете хорошо ну и главная мораль чтобы сделать надо взяться и сделать да нужно сделать и поехать да первый шаг спасибо ждем с нетерпением твоих следующих путевых отчетов я надеюсь когда эта ситуация с пандемией уляжется у нас еще будет много интересных тем связанных с путешествиями в самые неожиданные и прекрасные места а у нас в гостях был велопутешественник Игорь Рева увидимся и и и Субтитры создавал DimaTorzok